Премьер-министр Румынии заявила о попытке государственного переворота в стране. Об этом говорится в ее письме в адрес Еврокомиссии. Напомню, Румынию охватили масштабные акции протеста. Люди требуют отставки правительства, обвиняя руководство страны в коррупции. Больше расскажет Алексей Пшумызский. Румынский кризис. Премьер-министр страны Виорика Денчеля обвиняет своих сограждан в попытке государственного переворота. В письме, адресованном официальному Брюсселю, румынский премьер заявляет о незаконных попытках свергнуть власть, а также винит президента Румынии в потокательстве протестующим. Масштабные акции протеста по всей Румынии тянутся уже больше года. Люди требуют отставки правительства Денчеля, обвиняя кабинет министров в коррупции. Речь идет о скандальных поправках к антикоррупционным законам. В частности, правительство хочет отменить уголовную ответственность за случаи коррупции, которые нанесли бюджету менее чем 200 тысяч евро убытка. Последнюю неделю протесты усилились. На прошлых выходных сотни тысяч жителей вышли на улицы городов по всей стране. Многие из них кричали «Долой диктатуре!». В Бухаресте полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников акций, пытавшихся прорваться через ограждение к зданию правительства. В результате пострадали более 400 человек. Смягчение антикоррупционных законов в Румынии уже не раз критиковали в официальном Брюсселе. А руководству наиболее бедной и наиболее коррумпированной страны Евросоюза грозили самыми жесткими санкциями. Однако до реальных шагов дело пока что так и не доходило. Что скажут в официальном Брюсселе теперь, после жестких действий румынской полиции, пока что сказать сложно. В Еврокомиссии пообещали дать ответ и сказать свое слово в кратчайшие сроки. Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.